Ознер, эдакий русский Дейт Аденборо. Я посмотрел на его фильм об Италии, который называется «Их Италия». Италия – самая бывловатая страна в Европе. Можно воровать, убивать, Господь всё простит. Есть даже церкви, где молятся убийцы и воры. Они молятся о том, чтобы не промазать, когда стреляют в голову. Нигде нет столько правых уебанов в Европе, как в Италии и России. Это самые правые страны в Европе. Итальянцам этим кускам католического дерьма, точно так же, как русне, совершенно похуй на десять заповедей. Итальянцам и русне совершенно чужды десять заповедей. Поэтому Джузеппе Грилло и его «Движение пяти звёзд» так популярны. У итальянцев нет никакого социального чувства. Они, как свиньи, живут среди мусора. При этом они самые фанатичные патриоты. У русне точно такая же патология. Это нездоровое самолюбие, задетое самолюбие, уязвлённое самолюбие, уязвимое хрупкое эго. Русне, итальянцы – это мачо культуры. Все парни, в которых я влюблялась, были итальянцами. Это Стефано, это Андреа. Мне очень симпатичен Сальваторес Криану. От них веет обречённости. На их лицах печать обречённости и грусти, какой-то такой мачо грусти. Грусти мачо. Я влюбляюсь в итальянских баранов, но никогда не смогла бы с ними жить. Я не могу жить с мачо. Жить с мачо – это полный пиздец. Но я всегда влюбляюсь в этих баранов, потому что испытываю к ним жалость. Я могу влюбить человека только из жалости. Сальваторес Криану – это объект жалости. Я чувствую себя заложником. Как будто я как гей. Как нега. Как еврей. Как я не знаю кто. Потому что из-за Гаморы почти все знают мою настоящую историю. И проблема в том, что люди упускают возможность узнать меня. Я всегда жил по принципу «лучше быть преступником, чем обывателем». Именно поэтому меня тянет к итальянцам. Я не знаю кто. Я не знаю кто. Я не знаю кто. Так, erre – économique.